Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня суббота, 11 апреля, и вы слушаете и смотрите шестой выпуск программы «Утренний Соловей». Сперва я хочу с вами поделиться событиями, связанными с моей личной жизнью. В четверг, то есть позавчера, газета «Комсомольская правда» посвятила мне целую статью, комплиментарную статью сразу и с удовольствием отмечу, которая называется «Политический Нострадамус». Газета привела обширные выдержки из того, что я обещал Российской Федерации, нашему обществу на исходе прошлого года. И я сам с удивлением, с некоторым удивлением и не без внутреннего содрогания обнаружил, что все то, что я предвещал, реализовалось, ну, наверное, процентов на 90-95, а в некоторых случаях и на все 100%. Не хочу сказать, что я горжусь таким мрачным прогнозом, точнее тем, что этот мрачный прогноз сбылся, но все-таки некоторые чувства интеллектуального удовлетворения я не могу не испытывать. Но сразу подчеркну, что в отличие от «Нострадамуса», я излагаю свои соображения на настоящее и будущее языком простым, совсем не поэтичным, а лаконичным и более чем внятным. Так вот, тех, кого интересует то, что будет происходить с Россией в следующие полгода и за рамками этого года, то есть в 2021 году, я предлагаю присоединиться к онлайн-лекции, которую я буду проводить 30 апреля в 20 часов вечера по московскому времени. Ссылка на подключение будет дана в описании к этому ролику, вы сможете зайти и решить, нужно вам это или нет. Сразу же скажу, что мои онлайн-лекции, которые будут сопровождаться, естественно, и ответами на вопросы, речь пойдет не только и не столько о политике, сколько о том, как нам, всем нам подготовиться к тем событиям, которые грядут. Сразу подчеркну, что то, что мы сейчас переживаем, это всего лишь цветочки, ягодки впереди. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о такой субтильной, тонкой и не очень хорошо уловимой категории, которая называется доверие. Мы ее не видим, мы ее не чувствуем, но между тем на доверии основана не только семейная жизнь, наши отношения друг с другом, с любимыми людьми, иногда с не очень любимыми, но и основана жизнь политическая, социальная, экономическая. В социологии есть такое понятие радиус доверия, то есть насколько мы доверяем ближним, насколько мы доверяем условно-средним и насколько мы доверяем дальним. И принято считать, что чем этот радиус доверия длиннее, тем выше доверие в целом в обществе и тем это общество социально прочнее и экономически эффективнее. Ну, проще говоря, давайте на примере это поясним себе. Вы доверяете членам семьи, это ближний круг доверия. Правда, мы в России часто ближним не очень-то доверяем, скажем, жена мужу, а муж жене. Ну, тем не менее, мы доверяем, допускаем, это вот ближний круг доверия. Если мы с вами живем в небольшом селе, как это было раньше, да и сейчас тоже, и мы можем не закрывать двери, уходя, то есть прикрывая просто палочкой, даже не закрывая на щеколду, то это означает, что мы доверяем средним. То есть вот наше локальное сообщество, оно основано на высоком уровне доверия. Ну, а что касается длинного радиуса доверия, представьте себе, как это происходит, в частности в Соединенных Штатах, а особенно на Западе этой страны. Вы заключаете сделку, юристы будут ее оформлять, это потребует какого-то времени, иногда длительного, но вы уже договорились, вы ударили друг друга по руке, вы, так сказать, сказали, дел, да, сделано, и сделка начинает осуществляться. Вот это вот очень высокий уровень доверия, это длинный радиус доверия. И совершенно очевидно, что чем этот радиус доверия длиннее, тем общество наше успешнее и экономически эффективнее. Как определить, доверяем ли мы тем или иным политикам и публичным личностям? Это вопрос, который очень часто перед нами встает не столько в явном виде, сколько в непроизнесенном. Вот вы слушаете и смотрите выступления того или иного политика, смотрите то или иное ток-шоу, и для себя на самом деле вы пытаетесь ответить на вопрос, доверяю я этому человеку или нет. Вот я открою вам небольшой профессиональный секрет, которым я всегда делился со своими студентами. Когда я преподавал МГИМО, я читал курс, несколько курсов, и часть этих курсов была посвящена влиянию, то есть тому, как влиять на людей, не только в индивидуальном общении, но и влиять на группу, и как влиять на общество в целом посредством медиа, то есть посредством массовой информации, если хотите, посредством пропаганды. И что я им предлагал? Вот они высказывали свое впечатление о выступлении того или иного общественного деятеля и говорили, что у них возникают какие-то сомнения. Спрашивал, какие сомнения? Они мне объяснить не могут, затрудняются. Тогда я им советую. Вы знаете что? Вы посмотрите выступление этого же человека, отключив звук. Отключив звук. И вот когда вы посмотрите выступление, отключив звук, вы мне после этого скажете, вы ему доверяете или нет? Входит ли этот человек в ваш радиус доверия? И после этого они давали мне совершенно точные и однозначные ответы, нисколько не затрудняясь с характеристикой содержания, ну, естественно, не слышали, сказанного этим человеком. Почему этот прием работает? Это очень эффективный прием, его, конечно, надежность не стопроцентная, но очень высокая. Дело в том, что люди судят друг о друге не по словам, или точнее не только по словам, и даже не столько по словам, сколько по тому, как выглядят другие люди и как они говорят. То есть наши интонации, наша манера говорить, наша манера держаться, наша манера улыбаться, правильность или неправильность нашей речи имеют гораздо большее значение для формирования отношения к нам и, соответственно, для выработки доверия, чем, собственно, содержание сказанного, чем те слова, которые мы пытаемся донести до аудитории. Это понятно, почему происходит. Мы умеем врать, мы, в принципе, очень быстро научаемся врать, и даже самый честный человек каждый день лукавит. Ну, не обходится без лукавства, не буду называть это враньем, не обходится без лукавства. Но наш язык тела, наши интонации, ну, в данном случае интонации не слышны были бы, но наш язык тела не обманывает. Поэтому, если у вас возникает сомнение в отношении какого-то человека, я очень советую прислушаться к вашим первоначальным инстинктивным реакциям. Кстати, у женщин это работает гораздо лучше, чем у мужчин. Они интуитивнее, гораздо лучше чувствуют, ощущают, можно ли тому, кто говорит, доверять или нет. А теперь попробуйте этим методом воспользоваться и послушать выступление президента нашего, да, когда он говорит о тех мерах помощи, которые будут оказаны обществу во время борьбы с эпидемией коронавируса, и о том, что через 2-3 месяца все будет в порядке. Вот отключите звук, посмотрите, просто посмотрите. Или, пожалуйста, когда министр финансов Силуанов говорит о том, что запаса прочности наших финансов хватит на 6 лет. Вот вы отключите звук и посмотрите на него в тот момент, когда он произносит это. Или посмотрите на разного рода вечерних и дневных мудозвонов, когда они разоряются на ток-шоу центральных каналов. Отключите звук и посмотрите на них. Посмотрите на тех, кто участвует в дискуссии. И сразу же вы увидите и поймете очевидную вещь. Их слова ложь, и отец их – это князь лжи. Государственным чиновникам уже даже лень скрывать собственную ложь. Они так нехотя и цинично отбрехиваются от общества. А телепропагандисты, они пытаются ложь компенсировать или усилить истерикой, публичной истерикой и крайней агрессивностью своих слов. Правда, когда я вам все это говорю, имейте это в виду, но не забывайте также о том, что существует добросовестное заблуждение. То есть люди совершают ошибки, и они искренне верят в то, что их мнение объективно, то, что они говорят правду. И это неотъемлемое право человека. Право человека совершать ошибку, если хотите, это право является фундаментальным для либеральных ценностей. Ну и вообще для понимания человеческой природы. Ну вот о том, что люди считают правдой, и как они воспринимают мнение других, я об этом расскажу в другой раз. Просто имейте в виду, что если человек добросовестно заблуждается, Кстати, вы тоже это можете определить по его мимике, по языку его тела, тоже, опять же, отключившись от звука. И вы поймете. Ну да, человек говорит то, чем я... Возможно, это, кстати, не всегда заблуждение, это то, с чем мы не согласны. Это очень интересное различие между заблуждением и тем, с чем мы не согласны. Ну, похоже, что он говорит вполне искренне. И в заключение, как обычно, я хочу процитировать вам несколько строк. Я любитель античности, и в этот раз тоже пойдет об античности речь, но это не Синека или Эпиктет или Эпикур. Это цитата из романа Торнтона Уальдера. Это выдающийся американский писатель. Роман называется «Мартовские иды», и, как понятно из названия, он посвящен последним дням жизни Юлия Цезаря. Вот эта цитата. «Хозяин Юлий Цезарь так рассердился, ну просто ужас, когда узнал, что Филимон, его любимый писец, проживший у него долгие годы, хотел его отравить. Это был даже не гнев, а какой-то гнет, ужасный гнет. Помните, он не позволил его пытать, а приказал, чтобы его тут же убили. Начальник полиции очень разозлился. Он надеялся под пыткой узнать, кто его подослал. Но то, что сделал хозяин, было, по-моему, хуже всякой пытки. Он созвал всех нас в комнату, человек тридцать, и долго-долго смотрел на Филимона молча. Можно было услышать, как муха пролетит. А потом стал говорить, что живем мы на земле все вместе, и как между людьми понемногу вырастает доверие, между мужем и женой, полководцем и солдатом, хозяином и слугой. Страшнее упрека я в жизни не слышал. Когда он говорил, две девушки даже упали в обморок. Казалось, будто в комнату сошел сам Бог. Пожалуйста, помните, доверие – это то, что уподобляет нас, богам. Мы становимся выше, лучше, честнее, растем над самими собой, когда доверяем друг другу и пытаемся добиться того, чтобы люди доверяли нам. Спасибо за то, что вы были со мной. А я остаюсь с вами. Берегите, пожалуйста, себя, своих родных и близких. До новой встречи. А для тех, кто хочет послушать мою онлайн-лекцию 30 апреля в 20 часов вечера по Москве, еще раз напоминаю. Ссылка, по которой вы можете пройти и получить право на просмотр трансляции, будет в описании к этому видео. Спасибо и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok